Всем привет! Для того, чтобы выполнять свою работу качественно и продуктивно, нужно браться за неё, находясь в прекрасном настроении. Но если вам приходится пользоваться общественным транспортом, чтобы добраться в свой офис, то сохранить хорошее расположение духа бывает нелегко. Сегодня я покажу вам, как в некоторых странах людям приходится добираться на работу. И вы поймёте, что кому-то живётся гораздо хуже, чем вам. Но сперва не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Во время сильных дождей дорогу может сильно затопить, и автомобилисты могут оказаться в настоящей ловушке. Как же выкручиваются жители стран, в которых бывают целые сезоны дождей? В Индии, к примеру, никого не удивить поездом, который едет прямо по воде. Из-за проливных дождей никто не станет останавливать работу железной дороги. Ведь людям нужно как-то добраться до работы. Наибольшее количество осадков выпадает в период с апреля по октябрь, то есть полгода Индию периодически затапливает. Нам сложно представить, чтобы в такие ливни можно высунуть нос на улицу. Но индусы привыкли и продолжают работать в обычном режиме. Конечно же, к сезону дожди они тщательно готовятся. Покупают специальные товары, такие как дождевики, резиновую обувь и специальные непромокаемые шапочки. Но полностью устранить дискомфорт, вызванный такими сильными осадками, разумеется, невозможно. Между Индией и островом Шри-Ланко и под водой находится странная гряда протяженностью в 48 километров. Сегодня параллельно ей проходит паромная железнодорожная переправа. Но до 15 века попасть на остров с материка можно было пешком, прямо по этой самой гряде, которую называют Адамов мост или мост Рамы. Учёные до сих пор спорят о том, как был образован этот мост. Его построили люди или создала природа? Большинство сошлось во мнении, что всё же этот мост рукотворный. Конечно же, сегодня по нему никто не ходит. Чтобы добраться до острова или обратно на материк, люди едут на паромной железной дороге. Но местные жители утверждают, что по Адамову мосту и по сей день можно пройти пешком, периодически погружаясь по пояс в воду. Бангладеш можно назвать самым дном Азии. Это очень бедная и очень густонаселённая страна. Если вы когда-нибудь жаловались на толкучку в общественном транспорте, то, думаю, после того, как увидите, как на работу добираются люди в Бангладеш, почувствуете себя просто нытиком. Большинство людей живёт в деревнях, а работают в городе. В период праздников все отправляются домой к своим семьям, а затем возвращаются обратно. В этот период поезда не то что перегружены, они практически полностью покрыты людьми. Тем не менее, иногда мне кажется, что лучше уж так добираться до работы, чем в наших переполненных трамваях и автобусах. Вы только посмотрите на этих людей. Они все приветливые, помогают друг другу забраться на крышу, радуются и веселятся. Никакого хамства. Никакого толкания локтями. Как говорится, в тесноте да не в обиде. Горные дороги являются особенно опасными. Водителям нужно быть предельно внимательным, чтобы доставить пассажиров в конечный пункт целыми и невредимыми. В некоторых странах людям часто приходится добираться на работу по очень опасным дорогам. При этом автобусы часто ходят перегруженными, и люди ездят даже на крыше. Этим парням не нужно платить деньги за экстремальные развлечения. Они ежедневно могут насладиться опасным аттракционом под названием «Добраться на работу и уцелеть». А вот так выглядит дорога в Гималаях. Представьте, насколько опытным водителем нужно быть, чтобы проехать в этих местах. Правда, на работу по этой дороге ездит только сам водитель, так как все его пассажиры – это просто туристы, которые хотят полюбоваться красотами гор. Тайско-Бирманскую железную дорогу называют «дорогой смерти». До 20-го столетия казалось, что проложить дорогу через холмистые джунгли с большим количеством рек – задача непосильная. Так было до тех пор, пока эти земли входили в состав Великобритании. Но когда в 1942-м на эти земли вторглись японцы, они нашли способ построить железную дорогу. Дорогу строили каторжники, многих из которых похоронили вдоль этой дороги. Условия работы были настолько ужасными, что мало кто мог это выдержать. Именно поэтому железная дорога и получила свое зловещее название. Виадук-Ландвассер – это, пожалуй, самая красивая железная дорога в мире. Даже тем, кому хоть раз по ней прокатился, очень повезло. А те, что регулярно путешествуют в этой местности – настоящие счастливчики. Этот железнодорожный мост возвышается на высоте 65 метров над бурлящей рекой в Альпах. Преодолев мост, поезд въезжает в тоннель, вход в который выбит прямо в горе. В часе ходьбы от небольшой деревушки Филизур расположена смотровая площадка, с которой открывается великолепный вид на эту железную дорогу. Глядя на то, как едет поезд, кажется, что все происходит в настоящей зимней сказке. А ведь на самом деле никакого чуда не происходит, просто люди едут по своим делам. Самая опасная железная дорога в мире проходит через гору Нос Дьявола в Эквадоре. Частая сейсмическая активность, проливные ливни – казалось, все это делает строительство дороги невозможным. Однако еще в конце 19 века президент Эквадора заявил о своем амбициозном плане – построить самую сложную железную дорогу в мире. План удалось осуществить, дорогу построили. Но ездить по ней очень опасно и по сей день. В этой местности обитают ягуары, множество ядовитых змей и насекомых. Несмотря на это, до недавнего времени люди ездили даже сверху вагонов поезда. Но сегодня это уже запретили. Япония славится суперсовременными технологиями. Именно в этой стране ездят сверхскоростные поезда, поэтому с трудом верится, что одна из самых старых и самых опасных железных дорог в мире тоже находится в этой стране. Старый разваливающийся поезд из трех вагончиков сначала идет над пропастью, а затем проходит по южному склоны горы Ассо, которая по сути является действующим вулканом, который может начать извергаться в любой момент. Везде хорошо, где нас нет. Нам часто кажется, что именно у нас самые ужасные железные дороги в мире, самые кошмарные поезда и самые неприветливые проводники. Но только посмотрите на эти железные пути в Штатах. Странно, как по ним вообще что-то движется. Что это? Компьютерная графика? Или чей-то ночной кошмар? На самом деле эта железная дорога уже давно была заброшена и не обслуживалась. Казалось, никому в голову не придет провести по ней состав. Но чего в наше время не сделают люди ради просмотра в Ютубе? Один безумец все же решился пустить поезд и снял видео с такого ракурса, что сложно поверить в то, что все это происходит в реальности. Многие думают, что это действующее железная дорога Индии. Но даже для этой страны это было бы уже слишком. А в Камбодже люди добираются на работу по бамбуковой железной дороге. Возможно, условия не самые комфортные. Зато экзотики хоть отбавляй. Бамбуковый поезд представляет собой небольшую площадку из бамбука, на которой могут разместиться до 20 человек. Сзади прикреплены двигатель. Несмотря на незатейливую конструкцию, поезд способен разгоняться до 40 км в час. Во Вьетнаме самый распространенный вид транспорта – это мопед или скутер. В этой стране вы не найдете никого, кто бы не смог ими управлять. Посмотрите на этот трафик и представьте, что все эти люди пересели бы в личное авто. Тогда бы проблему пробок невозможно было бы разрешить. Скутер для вьетнамцев – это больше, чем просто транспорт. Без него они как без рук. Скутер или мопед помогает решить любую, даже абсолютно неразрешимую на первый взгляд задачу. Чего только на них не перевозят. А приезжим здесь сразу же предложат взять скутер в аренду. И если вы не умеете им управлять, то вам будет очень тяжело в этой стране.